Музыка Государственное учреждение образования, Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь сегодня отметил 90-летний юбилей. 26 и 27 сентября проходили торжественные мероприятия, посвященные этому событию. 90 лет назад, в 1933 году, была основана пожарно-техническая школа. С этого момента началась подготовка офицеров-спасателей в нашей стране. За эти годы учебное заведение неоднократно меняло название, но суть его оставалось прежней – готовить офицеров, готовых жертвуя собой, не жалея себя, защищать, спасать людей. В этом году мы подходим серьезными результатами. По результатам деятельности 2022 года, Университет гражданской защиты среди учебных заведений занесен на Республиканскую доску почета. Мы трижды становились лауреатами премии правительства за достижения в области качества. Сегодня Белорусская школа подготовки спасателей признана в мире, и не случайно в эти юбилейные даты проводится заседание Научно-образовательного комитета Международной организации гражданской обороны. Представители более 10 государств сегодня присутствуют в нашем университете. Мы обмениваемся передовым опытом, ищем пути, как в современных непростых условиях найти оптимальные мероприятия для защиты людей, для того, чтобы жизнь наших граждан была безопасной. Сегодня прошло открытое заседание Совета Университета гражданской защиты, где поговорили об основных результатах деятельности учреждения образования. Возложили цветы к памятнику работникам МЧС, погибшим при исполнении служебного долга, а также чествовали более 100 ветеранов университета. Это вся моя жизнь, понимаете? Отдать служению народу, спасать людей. Выезжали с курсантами на пожары, возгорания, психийные бедства. На торфяниках мы проводили очень много времени по Суцкой трассе, 45 дней тушили торфяники. Ну, ребята тут сильные, мужественные. Я считаю, что это специальность, профессия, это для настоящих мужчин. В честь юбилея прошел марафон по пожарному спорту, в котором необходимо подняться по штурмовой лестнице. Компьютер определял время прохождения препятствия и победителя. Завершились праздничные дни концертом. Дарья Шманкевич, Илона Глинистая, агентство Минск Новости. Субтитры создавал DimaTorzok